Друзья, всем привет! С вами Аркадий Казаков. Лето, Сочи, Красная Поляна. И прямо сейчас мы находимся на лагере Бонус Саммер Кэмп. Летний кэмп – это отличная возможность продлить свой катально-лыжно-сноубордический сезон. Как вы видите, я стою сейчас в футболочке, температура 30 градусов, снег максимально мягкий, можно пробовать учить новые трюки и не забыть, как кататься. Если сравнивать летние лагеря, то на самом деле Бонус Саммер Кэмп – единственный летний лагерь в России, который сейчас проходит. Конечно же, был на закрытии сезона в Петербурге Summer Snow Session. Это лагерь от ребяток из Winter Shape Pro. Но этот лагерь проходит в конце мая в Петербурге. А Бонус Саммер Кэмп же проходит с середины июня по середину июля. Целых 4 недели. Можно сравнить этот лагерь, в принципе, с американскими лагерями, такими как Виндэлс или Хай Каскад. Но там немножечко другой уровень, я считаю. И сам я там не был. Идос оттуда, конечно же, классные. В России раньше, давным-давно, мне кажется, году в 2008, главное не соврать, был раньше лагерь на Домбае. Бонус Саммер Кэмп – это летний катальный лагерь в горах. Сам Бонус Денис, его организатор и строитель делает это мероприятие уже не в первый раз, но, наверное, сейчас это самое-самое масштабное мероприятие, самый большой его лагерь. Прямо сейчас за мной в цирке номер 2 на Красной Поляне лежит очень-очень много снега на склоне, стоит два подъемника и неплохой парк. А сейчас пару слов скажет главный организатор и идейный вдохновитель Бонус Саммер Кэмп – сам Денис Бонус Леонтьев. Идея проста, очень хочется кататься летом, но мы не знали где. На Эльбрус ехать слишком далеко, и все время искали какое-то место, где можно еще кафануть, да? И Рома Егоров мне написал, он, я так понимаю, сотрудник Красной Поляны, короче. Вот, и я думал, на самом деле, что он мне написал, типа, на следующий год какую-нибудь там весеннюю или зимнюю сессию сделать. Он сказал, не, мы можем в июне сделать. Я такой, да я тебе не верю. Он мне просылает фотки, мы еще делали в другом месте, не в этом, а вон там, где палаточный городок. Вот, и простояли там неделю, и я думаю, так, хороший потенциал. В принципе, можно сделать хороший летний лагерь. Вот, единственная трудность – это с запасом снега, на самом деле. Есть еще возможность запастить его в 3-4 раза больше, и тогда вообще у нас будет такой мини-вудворд в России с большими трамплинами. Стараемся как можем. О, вон, девчонки катаются. Вот, надеюсь, что у нас будет только прогресс, райдеры будут подтягиваться, нас поддерживать. Вообще, респект, что приехали. В парке имеется трамплин. Имеется специальная бонус-клаза. Это так называемый стритовый сетап с различными перилами. Есть рейл-попечок, есть кинк рейл, есть большая стенка с порчнями и перилами. И есть гигантская синяя фигура перила-пушка, с которой можно запускаться в нереальные крутки. Также внизу есть небольшая шишка, где стоят различные фигуры. Там же, кстати, и прошел женский DC-контест, который судила кокосовая килла. В парке есть отдельный маленький подъемничек для новичков из Супер Пуси Парк. В нем можно найти пластиковую классическую трубку, на которой можно выучить все базовые трюки. Несколько боксов и Пуси мини-трамплинчик. Перил здесь достаточное количество. Здесь есть наклонный рейл, трипл-даун рейл, S-рейл, который разбирается в C-рейлы, трапеция, up-flat-down-rail. Кстати, подъемников два, и очередей на них практически нету. Поэтому кататься можно нон-стопом, и день катальной длится примерно с 10 до 4 дня. Иногда парк закрывается в 3. Но кататься за это время можно нереально. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Для новичков в лагере проводят мастер-классы профессиональные райдеры, лыжники и сноубордисты, а также здесь есть школа. В ней можно научиться делать простые трюки, можно научиться базовым элементам кристайла, можно прогрессировать. В парк даже заезжают обычные горнолыжники и сноубордисты просто прокатиться, потому что кусок склона со снегом достаточно широкий. Помимо катания в парке еще есть палаточка, где можно почилить, отдохнуть, переодеться. Здесь ходит множество туристов, которых притягивает цветущая растительность во втором цирке. Виды здесь открываются нереально красивые. Естественно, туристы некоторые залетают в парк,